фото млечного пути более трех миллиардов объектов хорошая демонстрация равномерности распределения давайте посмотрим это у нас очень большая хорошая съемка космоса если удалить то мы видим млечный путь на подложке из фон такой удаленных объектов вот если мы рассматриваем вот это вот подложка под млечный путь то мы видим как раз взвесь космических тел как она выглядит это действительно равномерное заполнение куда вот мы не глянем давайте посмотрим вправо влево вверх вниз куда бы мы не двигались у нас везде равномерная взвесь объектов вот этот вот ковер взвесь что мы глядя вот на этот вот есть вот потемнение млечный путь да и подложка она одного цвета одной интенсивности вот этот вот ковер галактик вот как раз само отображение млечного пути нам отвечает на вопрос почему космос темный можно так выразиться потому что вот конкретно вполне четкое наблюдение да что млечный путь состоящий из объектов у нас затеняет собой часть часть дальнего космоса не дает на просмотр нам светлой области да поэтому вот этот весь парадокс вот эти вот фантазии все что космос должен сиять он должен нас лепить и так далее эти все фантазии они наивны они не соответствуют наблюдаемой картине мира и этому есть вполне жесткое физическое объяснение потому что не все тела у нас прозрачны 8 8 не все тела у нас у нас светятся не все тела являются звездами и любая горошинка пылинка камешек она перекрывает у нас значительную область на удаление поэтому космос имеет такой вид дальше когда мы рассматриваем все таки вот это вот наш ковер галактик эту звезд галактик что мы видим мы видим то что во первых это не соответствует версии большого взрыва мы не видим никакого разлета так далее мы видим просто один спокойный ковер он у нас кстати вот это ответ на вопрос за какое время средний вектор перемещения масс вот тут тут бессмысленно ставить вопрос за какое время у нас это этот массив звезд находится в покое он покоится неважно за какое время да все перемещения вот здесь на макро уровне они ничтожны по отношению самой базе вот и вот это извести также наглядно здесь понятно что из себя представляет вот волновая составляющая волновая составляющая гравитационного воздействия это вот все вот эти объекты они состоят из вещественной материи вещественная материя в рамках своих атомных связей колеблется и надо атомном уровне колеблется это планетарная система и они создают один большой гравитационный такой фон гравитационное воздействие это объемная волна в рамках которой любая частица может в себя вести только соответствующим образом может колебаться в такт чтобы не затрачивать энергию все вот эти вот колебания вот этой системы великой глобальной они согласованы именно это и нам определяет квантовую запутанность конкретно вполне объективный фактор реальный факт это вот этот ковер определяет квантовую запутанность никакие там струны никакие там квантовые фантазии не определяют квантовую запутанность да именно вот этот вот ковер это Это базовое гравитационное поле у нас определяет все процессы. Теперь, если вы будете смотреть на это поле, вы поймете, что, в принципе, расстояние между галактиками в самих больших вселенских масштабах, они мизерные, сопоставимые, с поставленной задачей, вот эти вот расстояния. И, естественно, что тут понятно, что это равномерный, абсолютно равномерный ковер, если мы возьмем две области больших справа и слева, они у нас будут содержать равное количество материи. Это просто очевидно. И, естественно, что тип взаимодействия, тип вещества для любых двух областей в силу незамкнутости пространства, он будет одинаков, материя будет одинакова и там, и там, и там. То есть у нас и химический ряд будет один и тот же, и физические взаимодействия будут одни и те же. Мы не сможем сделать какую-то фатальную стену в космосе, глобальную стену, которая не пропустит взаимодействие. Нам нечем это сделать, поэтому у нас все физические законы распространяются, перетекают из одной области в другую. Давно это все уже в силовом плане выровнено и имеет вполне четкую, ясную одну природу. То есть вот вся физика одна. Дальше. Тут этот же массив, ковер галактик, дает тоже простой и четкий ответ. О том, на чем построен наш мир, на притяжении напрямом или на приталкивании, получающемся из комплексного отталкивания, комплексное приталкивание. Вот данная картина может получиться только на приталкивание. У нас есть изначально отталкивание тел друг от друга. Оно, дало, силовое распределение материи по космосу. Вот мы видим равномерность. Все тела растолкнулись. Получилось вот такое равномерное заполнение. Мы четко видим равномерное заполнение во всех областях. Ничто ни во что не обвалилось. Мы получили равномерное заполнение. И остаточными силами мы видим проявление того, что дяблоко падает на землю. Тела падают, могут упасть друг на друга. На макроуровне они распределились, а уже на каких-то таких более мелких масштабах они могут друг на друга падать. Это вот объективный факт. По-другому это невозможно. Далее. Мы видим, что равновесие достигнуто просто одним распределением. Если бы оно строилось на прямом притяжении, мы бы должны были увидеть в космосе. Следующее. Планета вокруг Солнца. Солнце в рамках галактики. Галактика вокруг какого-то общего центра для галактик. Какой-то массив вокруг другого. Мы должны видеть на этих уровнях неравномерности, которые обращаются, создают центробежную силу. Это все уравновешивается. Мы должны были бы видеть это на прямом притяжении. Мы этого не видим. То есть это все, вся версия прямого притяжения, вся вот эта ньютоновская версия, это вранье, которое не сходится с наблюдаемыми фактами. Вот это наблюдаемый факт. Экспериментальный факт. Ученые это наблюдают, наука это наблюдает. Мы не видим центров вращения, вокруг которых у нас скопления галактик должны обращаться. Их здесь нет. У нас равномерный ковер. Равномерная взвесь. Никаких вот этих следов обращения нет. То есть версия прямого притяжения вранье. Дальше мы просто сейчас же покажем. Здесь два графика, которые нам показывают, почему на силах прямого притяжения невозможно равновесие. Это вот один график. И вот второй график. Оба показывают, куда направлены силы по версии прямого притяжения. Они направлены на вывод тела из равновесия. То есть мы даже Луну не смогли бы наблюдать в обращении вокруг Земли. Землю не смогли бы наблюдать в обращении вокруг Солнца. Это не соответствует конкретно этому графику. Обыкновенному расчету. Этот расчет может сделать любой инженер, любой физик, любой математик. Вместо этого они голову в песочек прячут и веруют в сказочные версии, не соответствующие реальности. Вот такая вот у нас ситуация. Это наш красивый космос. Это наши документальные фактические данные о природе, о Вселенной. И по этим данным мы можем сделать вполне конкретный вывод. И только одна модель построения мира. Это модель, построенная на комплексном приталкивании посредством полей, а не эфира. Комплексное приталкивание, моментальное дальнодействие поля нам дает вот эту картину. Остальные версии гравитационных воздействий не дают этой картины. В принципе. То есть вот конкретный факт, показывающий, как устроена наша Вселенная. Дальше. Это тоже подтверждение того, что фундаментальная сила, это первичное фундаментальное взаимодействие, это самая мощная сила во Вселенной определяет вот это расположение галактик в ковре. Вот никакие там сильные, слабые взаимодействия, то, что они написали, вот этот список нелогичный, градация иерархия, он не может вот так вот работать. Это у нас одно единственное взаимодействие, которое на базовом уровне является исходным гравитационным, который в силовом плане сильнее всех любых других взаимодействий, в том числе ядерного. Это первичное взаимодействие, все остальные поля, это вторичные эффекты вот на этом базовом гравитационном поле. Собственно, мы видим ввиду проявлений уже глубинных, что такое вот у нас квантовая запутанность, это как раз глубинное проявление взаимодействия, которое есть везде, в любой точке пространства, мы это видим, это факт. Это как раз проявление базового гравитационного поля и базового гравитационного воздействия. Вот такие у нас интересные картинки, такие у нас, такая у нас интересная информация. И все, все, что в нашей Вселенной изучается, все, что фиксируется приборами, все подтверждает версию комплексного приталкивания. Все прямыми следствиями подтверждает версию комплексного приталкивания. Мы имеем заполнение равномерно, это возможно только вне замкнутой Вселенной, в равномерно заполненной массой Межселенной. Это значит, нет никакого там внешнего контура, иначе бы это все разлетелось, разлеталось и так далее. Это вот наша реальная картина мира. С вами был Виктор Катюшик, канал Научный Трибунал. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok